Страху заключать новые договоры ОСАГО из-за многочисленных нарушений. Почти 2500 жалоб менее чем за два месяца страховщика обвиняют в необоснованных отказах в заключении договора, навязывании дополнительных услуг и непредоставлении автовладельцам законной скидки за безубыточность. За полгода компания, охватывающая треть отечественного рынка, фактически проигнорировала почти 400 предписаний регулятора. В Банке России обещали проконтролировать выполнение Росгострахом ранее заключенных договоров. И вот как только что стало известно, представители Росгостраха и Центробанка уже провели консультации в связи с ограничением действия лицензии компании. Об этом рассказал первый вице-президент Росгостраха Дмитрий Маркаров. Он добавил, что сейчас все подразделения страховщика работают в обычном режиме, а вопрос о снятии предписаний может быть решен еще до официального опубликования решения Банком России. Внимание Минобороны сейчас к Астраханской области. На крупнейшие южные полигоны переброшенной части ПВО комплекса С-400 «Триумф» должны отразить удары условного воздушного противника. Но пока зенитчики ждут приказов командования. Накануне марш-бросок совершила боевая авиация из зоны масштабных учений. Наш собственный корреспондент Андрей Чистяков. Вторые сутки подразделения Центрального военного округа осуществляют, как говорят военные, выполнение единых задач по внеплановой проверке боевой готовности. Накануне авиационные части совершили передислокацию на различные аэродромы. Экипажи более чем 100 бомбардировщиков, истребителей, перехватчиков выполнили перелеты на оперативные аэродромы, расстояние до которых порой превышало 4000 километров. В общей сложности в первом авиационном этапе было задействовано более 20 военно-взлетно-посадочных площадок. Сейчас пилоты приступили к изучению задач и подготовке техники к боевому применению. Авиационная техника готовится. Летный состав готов выполнять боевые задачи по предназначению. Мы готовы всегда, вовремя и в срок выполнить данные задачи. Интенсивная подготовка продолжается в эти минуты на полигоне Ашулук. Сюда маршем прибыли современные зенитно-ракетные комплексы С-300. Известно, что за работой расчетов будут наблюдать беспилотные летательные аппараты. Вместе с зенитно-ракетными комплексами интенсивный воздушный удар условного противника будет также отражать авиация. Когда начнется так называемая активная фаза этого этапа внезапной проверки, журналистам до сих пор неизвестно. Военные каждую минуту получают приказы командования и действуют согласно боевому расписанию. Андрей Чистяков, Евгений Радаев, Сергей Притулин и Алексей Силкин. Вести, полигон Ашулук, Астраханская область. Трагедия в Донецкой Горловке попадет в отчеты ОБСЕ. Миссия наблюдателей уже приехала в город, чтобы зафиксировать последствия сильнейшего обстрела. Одна из мин угодила в дом, где жила большая семья. 11-летняя девочка и ее папа погибли на месте. Мама и еще двое детей, одному из которых три недели от роду, получили тяжелые ранения. Репортаж Евгения Поддубнова. Сейчас специалисты Министерства обороны Донецкой Народной Республики выясняют, какой тип боеприпасов использовали украинские военные. А стрельба велась с позиций, которые занимают силовики. Вот на месте уже обнаружены такие осколки. Судя по всему, это тяжелая артиллерия, которая должна быть отведена от линии соприкосновения. Украинская сторона вообще не соблюдает перемирия. Вы сами видите, это даже не 120-й миномет. Видите, что стреляют, это гаубицы или там как минимум стреляющие по Горловке 36 раз, сразу в точек. В тот момент, когда здесь соседи пытались помочь пострадавшим, украинские военные продолжали наносить удары. Стоит отметить, что представители Горловского гарнизона говорят о том, что в этом районе нет ни позиций сил Донецкой Народной Республики, ни даже складов боеприпасов или какой-то военной инфраструктуры. То есть стрелять по военным целям сюда просто некуда. Обстрел начался накануне около 7 часов вечера. Первый снаряд попал в частный дом на окраине Горловки. Вот видно, что осталось от здания. Снаряд взорвался в непосредственной близости от дома. Сразу же упали стены. В этот момент в доме находилась вся семья. В результате обстрела 11-летняя девочка погибла на месте. Погиб ее отец. Мама получила тяжелое ранение, потеряла руку. Здесь же, под завалами, были найдены дети. Это двухнедельный мальчик и мальчик двух с половиной лет. Они также получили ранение. Врачи скорой помощи доставили их в больницу. Сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Человек кричит мне, мама, спасай. У меня руку оторвала эта невестка. А Юры нет. Я не могу его найти. Мы здесь вот подобрали. А засыпанный. Два с половиной года ребеночку. Крошечка там такая в больнице, если бы вы видели ребята. Ближайшие позиции вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Отсюда в нескольких километрах, то есть целей, военных целей в этом районе, украинских военных, просто не было. Под обстрел попала вся улица. Это окраина центрального района Горловки. Первые снаряды попали в этот дом. Далее взрывы были слышны. Немного дальше. Обстрел продолжался более часа. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести из Донецка. В Вологодской области открылся новейший в России миграционный центр. Главное нововведение. Мигранты смогут переждать там время оформления. Центр рассчитан на проживание 450 иностранных граждан. Можно сдать комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства. Также оборудованы учебные классы, кабинет медосмотра, столовая и рабочие места для сотрудников. Для меня это было неожиданно. Для меня это было приятно неожиданно. И, безусловно, это будет использовано с пользой для всей России, для, как говорится, решения миграционных вопросов. В Самаре 12-летняя девочка осталась жива, упав с четвертого этажа. Школьница решила перебраться к бабушке по балкону и сорвалась. Трагедию предотвратил один из соседей. Мужчина чудом поймал ребенка. Подробнее в репортаже Станислава Жижина. В первые секунды Александра и ее муж Вячеслав буквально остолбенели. За ограждение балкона в доме напротив держалась девочка с портфелем в руке. Она пыталась забраться обратно, но попытки были тщетные. Я побежала туда, хотела в квартиру зайти. Домофон никто не открыл. Вернулся обратно, она уже на земле стоит. Сначала она выронила из рук портфель. Через секунду сама сорвалась вниз. Она летела вот на меня прямо. Я успел голову в сторону отодвинуть. И она упала на плечо, на шею, вот сюда. Вот так ко мне упала. И от меня, ну как, вот просто я бы ее взял бы на плечо и вот скинул бы на землю, да, к примеру. Вот она от меня вот просто упала. В шоковом состоянии она встала на ноги и начала искать свой портфель. В этот момент из магазина прибежала ее мама. Она отлучилась буквально на минуту, а когда вернулась, ребенок уже был на улице. Спрашиваю, почему ты так сделала? Просто собиралась к бабушке, все. То есть вот так она объясняет, что собралась через соседний балкон, так как он был не застеклен, и она собралась к бабушке. Других повреждений, кроме ушибов и ссадин, у девочки ни очевидцы, ни врачи скорой помощи не обнаружили. Позже в больнице медики диагностировали у нее смещение грудного позвонка. Говорят, если бы парень задержался хоть на секунду, случилось бы непоправимое. Вообще это чудо, то, что его, наверное, Бог сам послал, что ребенка, просто спас жизнь моему ребенку. Сейчас девочка под наблюдением врачей идет на поправку. Уже через пару недель она сможет вернуться домой. Станислав Жижин, Василий Колдашов и Михаил Сидников. Вести. Самара. И сегодня в 17 часов. Смотрите большой выпуск Вестей с Игорем Кожериным. Цены на зарубежные туры упали. Сочи и Крым зовут. Достаточно ли этого для хорошего отдыха? Не разорится ли ваша туркомпания? Возможно, эксцессор. На что хватит вашей страховки? На очень простую травму. В случае жизни трехлетняя Василиса упала в бассейне в Таиланде. Стараемся стучаться до ее мозга. Надо знать о погранконтроле, если вы отдыхаете с ребенком. Лето 2015. Инструкция по применению в Вестях в 17.00 с Игорем Кожериным. В Москве состоялась церемония вручения новой пушкинской премии. Награждение прошло в день рождения поэта по старому стилю в Государственном музее имени Пушкина. В этот год литературы впервые лауреатами стали дети. Воспитанники лаборатории Примосковской городской библиотеки имени Гайдара. Дети это не наше будущее, это наше настоящее. И вот тот, кто организовал их в любви к слову через попытки самим что-то создать, вот этот человек и есть настоящий работник просвещения. Российские ученые совершили прорыв в области информатики. Они создали сверхпроводящий кубит. Это основной элемент квантовых компьютеров, которые будут работать со скоростью света и чья вычислительная мощность в сотни раз превысит возможности современных компьютеров. С учеными, чье изобретение сулит буквально фантастические возможности, встретилась Татьяна Проскурякова. Многомиллионное микроволновое оборудование и сложнейшая охлаждающая установка. В этой лаборатории ученые нашей страны впервые создали кубит. Элемент из которого будут состоять принципиально новые компьютеры, квантовые. Ведущие физики мира стремятся первыми сконструировать революционное устройство. В эту гонку компьютерных вооружений включился российский квантовый центр, объединив ученых из Академии наук, МФТИ и МИСИС. Для работы здесь мы привлекли ведущих ученых, имеющих опыт работы за границей, имеющих лаборатории за границей, на которые создали инфраструктуру здесь. Процессоры обычных компьютеров состоят из миллионов транзисторов. Когда транзистор включен, один бит информации равен единице, выключен — нулю. В компьютерах квантовых транзисторы заменят элементарные частицы — атом, электрон или фотон, доведенные до состояния суперпозиции. Это и есть кубит, который, в отличие от бита, может быть одновременно и нулем, и единицей. Представить состояние суперпозиции, не будучи физиком, очень сложно. Самая простая модель — это подбрасывание монетки, когда вместо орла или решки вы получаете сразу полный результат. Законы квантовой механики физики по-прежнему называют шокирующими, хотя они открыты ещё и Эйнштейном. Но они успешно работают в лазерных, спутниковых, ракетных технологиях. Если обычный компьютер совершает миллион вычислений одно за другим, то квантовый сделает все операции параллельно. Скорость работы увеличится в тысячи раз. Это прежде всего касается задачи разложения на простые множители, которые используются в криптографии, в распознавании языков. Второе — это базы данных, распознавание образов. Чтобы создать кубит, российские учёные выбрали хорошо знакомую технологию сверхпроводимости и искусственный атом. Метод работает при температуре минус 270 градусов. Сюда поддаётся микроволновое излучение, оно проходит через образец и отсюда выходит. И, соответственно, мы можем измерять, какое количество сигнала поглотил кубит, таким образом засечь его. Из одного кубита компьютер, конечно, не построить. Их нужно минимум 500. И сейчас главная задача для всей мировой науки — создать устойчивые связи между кубитами. Дальше мы можем двигаться как к усложнению систем, то есть делать несколько кубитов на одном чипе и пытаться связать их. По прогнозам, до квантового компьютера недалеко прототипы уже есть, но создание полноценной машины ожидает в течение 10 лет. Татьяна Проскурякова, Юрий Марченко, Владимир Климов, Вести. Почему королева Англии отрезана от реальной жизни и обычных людей? И что для Елизаветы важнее — чувство собственного сына Чарльза или чувство долга? Об этом в авторском проекте Леонида Млечина «Загадки судьбы» смотрите сегодня на нашем канале в 16 часов. И сегодня вечером продолжение нового романтического сериала «Между нами девочками». Жизненные перипетии и непростые взаимоотношения трех поколений семьи — бабушки, мамы и дочери. Сразу три новых серии. Смотрите сегодня в 21.00. И мы возвращаемся к главной теме выпуска. Задержанием в руководстве FIFA министр спорта России Виталий Мутко заявил, что дело о коррупции в ФФ не связано с выбором места проведения чемпионата мира 2018 года. По его словам, арестованные чиновники не имели отношения к заявочной кампании России, получившей право проведения турнира. В следующем выпуске подробнее. Вести следят за событиями в России и за рубежом. Оставайтесь с нами.